МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырычкина. И в этом выпуске. Ситуация с ростом цен по-прежнему в центре пристального внимания властей. Можно ли ее изменить на региональном уровне? Что для этого надо предпринять? Насколько широк ассортимент местного и завозного продовольствия? Ответы на эти вопросы искали в столичных магазинах и на центральном чебоксарском рынке. Глава республики Михаил Игнатьев побывал на предприятиях торговли, посмотрел, как складывается ценообразование на продукты первой необходимости. Центральный рынок – основная торговая точка в центре города, где можно найти все виды товаров. Скоропорчащиеся продукты здесь не залеживаются. Мясо, творог, молоко – только сегодняшние, да и, как говорится, натуральные, деревенские. Для местных фермеров торговый комплекс предлагает льготные ставки арендной платы. Недорогая плата за место и отсутствие посредников обеспечивает низкую наценку на продукты. По мнению Михаила Игнатьева, для покупателей очень важно соотношение цены и качества товара. Сорта капусты же, они разные, да? Разные, да. И вкусовые качества разные. Вот у меня к вам просьба, чтобы вы вот эти вкусовые качества, то, что капуста имеет, разные вкусовые качества от сорта, делали разные цены. Теперь, кто выращивает на органике, можно написать, экологически чистая органика, она должна быть дороже. Кто на минеральных удобрениях, она должна быть дешевле. Покупатели должны же знать, так и. Покупатели признаются, рынок хорош тем, что здесь уместен торг. Если найти общий язык с продавцом, можно добиться хорошей скидки. Решение нашли в администрации Чебоксар. Чтобы избавиться от посредников, в трех районах города были организованы ярмарки выходного дня, где фермеры напрямую продают выращенное на своем подворье. Я считаю, что такие ярмарки нужно проводить. И желательно, чтобы они, конечно, были в основном на таких вот больших площадках для большего посещения. У нас здесь жилой фонд старое поколение живет. И добираться, например, на Николаевский, например, очень трудно. Очень трудно. Тем более, если оттуда идешь с покупками. Хотелось бы, конечно, чтобы здесь провели такую же ярмарку. Здесь социальные значимые, которые вы поставили задающие по мониторингу. Мы ведем, откуда приходят посредники, непосредники. Вот здесь мы набрали с корзины ее и все чувашки, да. И оценили, кроме гречки, да, и чая, который мы оценили. Оценили стоимость этой продукции по сравнению, когда началось у нас дико повышение ценой на сегодня. Вот эта продуктовая корзина сегодня стоит 760 рублей. На сегодняшнее число, 1 октября, эта корзина стоила порядка 650 рублей. То есть примерно 16% произошло подороже. Это вот на рынке. Если мы покупаем в сетях, там, где существуют еще посредники, у нас, к сожалению, пока еще этот рынок, то эта корзина стоила примерно не на 16%, а примерно на 25-28%. Возможность сэкономить есть и у тех, кто предпочитает посещать гипермаркеты. Здесь постоянно объявляются акции на те или иные товары. Особенно уделяется внимание и социально незащищенным группам населения. В определенные часы действуют скидки для пенсионеров. Попутно покупатели задавали главе республики и другие вопросы. Так, воспитательница детского сада встревожена слухами о понижении заработной платы бюджетникам. Ситуация в больших магазинах двоякая. Продукты из-за рубежа полны химикатов, что делает их дешевле. Но доставка на большие расстояния увеличивает наценку. С продуктами чувашских производителей все наоборот. Большие затраты на перевозку не требуются, но высокое качество продукта повышает цену. В целях поддержки местного производства руководство республики ведет плотную работу с федеральными розничными сетями. Они делают наценку 3-5%. 3-5%. Магнит, магнит. Не 10%, о чем мы говорили. Мы держали его всегда в пределах 70%. Потому что кто зашел в магазин покупать молоко, он покупает другие товары. Завершающим пунктом рейда стал магазин шаговой доступности. Как и на рынке, и в гипермаркетах, здесь представлены продукты в разных ценовых категориях. Так что выбор есть. Мы все боялись, что у нас после Нового года в связи с введенным эмбарго и санкционными отношениями России приладки стали пустыми. Но как мы сегодня посетили магазин, мы видим, что все на месте, что ассортимент в достаточном количестве. Мы же также подтверждаем, что такая же зная будет продолжаться на протяжении последующего времени. Никакого ажиотажа, никакого продукта не будет. И все же в первую очередь власти республики заботят сбалансированность ценно-социально значимые продукты. Где нужно оказать общественно-политическое давление, мы окажем. Где нужно через конкуренцию управлять этими процессами, мы будем управлять. Где, соответственно, невозможно, и у нас рычагов этого не хватает, тогда, конечно, и антимонопольная служба будет работать. Потому что президент России Владимир Владимирович Путин четкие задачи поставил. Регулировать, следить за необоснованным ростом цен. Эти и другие меры позволяют выработать реальную политику сдерживания цен в республике. Анастасия Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика. Растут не только цены. На совместном заседании правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и коллегии Министерства сельского хозяйства тоже говорили о росте. Судя по индексам производства, сельскохозяйственной продукции прошлый год для аграрии выдался успешно. Практически все показатели в плюсе. По данным ЧАШ-штата, индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2014 году составил 102,8%. Производство продукции ростневодства увеличилось на 5,4%. По сравнению с предыдущим годом, когда многие хозяйства республики пострадали от засухи и погода не позволила своевременно убрать выращенный урожай, в 2014 больше, чем в предыдущем году собрали и зерна, и овощи. Зато, хоть и незначительно, на 8% снизился урожай картофеля. Несмотря на это, Чуваша осталась регионным лидером по данной культуре. Увеличилось производство животноводческой продукции. Это касается и мяса, и молока. Тему роста продолжили представители банков. Правда, здесь радоваться, увы, нечему. Да, в этом году идет замедление темпов получения намерных заявок и кредитования по сравнению с прошлым годом. Здесь, я думаю, что причина всеми осны. Во-первых, это увеличение процентных ставок. Здесь мы ничего не можем сделать. Работаем. Ставки большие. Ставки начинаются от 20%. По личным подсобным хозяйствам от 26%. Мы понимаем, что на текущий момент с такими ставками сельхозпроизводителям будет тяжело вести и начинать новые инвестиционные проекты. Зато поддержку сельхозпроизводителям увеличат со стороны государства. В республиканском бюджете Чувашской республики предусмотрены новые направления. Гранты на укрепление материально-технической базы, строительство семенных заводов и модернизацию селекции семеноводства. Кроме того, по проектам распределения субсидий на 2015 год, подготовленными Минсельхозом России, в Чувашской республике предусматриваются около 150 миллионов рублей на поддержку племенного животноводства, производство молока, элитного семеноводства, восстановление садов. Канаж включен в программу развития моногородов на этот год. Сегодня рабочая группа при правительственной комиссии по экономическому развитию побывала на многих канажских предприятиях и объектах ЖКХ. В работе группы принял участие глава Чуваши Михаил Игнатьев. Канажский агрегатный завод и промтрактор и вагон – два градообразующих предприятия города. Если закроется хотя бы одно, уровень безработицы в моногороде превысит 4%, а это на 3,5% больше уровней безработицы в целом по республике. Для создания новых рабочих мест необходимо поддержать малые и средние предприятия. 650 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета, пойдут на реализацию индустриального парка. Мы увидели сегодня, что уже есть действующие проекты. Мы знаем все планы по расширению этих проектов. Сегодня инвесторы нам подробно об этом сказали. И мы полагаем, что город Канаж весной должен выйти на стройку инженерных объектов. Подробный репортаж о модернизации города смотрите в понедельник в программе «Республика». Город засыпает, просыпаются коммунальные службы. Борьба с последствиями стихии в столице Чувашии идет и днем, и ночью. Как работы ведутся в темное время суток, глава города Чебоксара Леонид Черкесов проверил, проехавшись по ночным улицам столицы. Отправилась с ним наша съемочная группа. В последние дни город буквально завалил снегом, но в минувший вечер транспортные магистрали уже были чистыми. На дорогах работает более 100 единиц спецтехники. Сначала за дело берутся грейдеры, они формируют так называемые снежные валы, затем уже ночью к работе приступают снегопогрузчики. Примерно в сутки мы вывозим, поэтка 3000 тонн снега. Кроме техники борются с последствиями стихии более двух сотен дорожных рабочих. Их смена заканчивается, когда рядовые чебоксарцы уже просыпаются на работу. Мы сегодня с 8 до 6 утра будем работать. Что за это время надо сделать светло? Убрать железнодорожный вокзал, электроаппаратную остановку и по Иваново-Якову остановки будем убирать. Ну, справимся, наверное. Сейчас снега мало сегодня. Несмотря на боевой настрой, справляются со стихией коммунальщики не везде. На тротуарах в спальных районах города и в дворах ситуация все-таки сложнее. Эх, не зря говорят, февраль – кривые дорожки. Нередко эти самые дорожки пешеходам приходится буквально протаптывать. Посмотри, что такое? Не успеваем? Как не успеваем? Тысячу людей тут в больницы идут. Так выяснилось, что тротуары по улице Гладково коммунальные службы не чистили никогда. Эта территория попросту не закреплена ни за одной обслуживающей организацией. Четверо суток идет интенсивный шел снегопад. Сегодня после обеда он уменьшился. И мы максимально принялись за работу тракторами по остановочным повелелам. Прежде всего, это наша первая необходимость. Потом переходим на тротуарную часть. На сегодняшний день предприятием дорожки обслуживаются 300 тысяч квадратных метров в тротуарной части. Сегодняшний объезд показал, что имеются в наличии также у нас те территории, вот как Гладково, которые не относятся, конечно, до сегодняшнего дня не относились к нашим объемам обслуживания. Но мы сегодня по поручению главы города возьмем их на обслуживание полностью. Кроме того, каждый район получит дополнительно по две единицы техники специально для уборки тротуаров. Руководители города отмечают, проблемы есть, но в целом натиск стихии столичной службы выдержали. С одной стороны удовлетворение есть, центральные улицы убраны, чисто. Но вот как заехали второстепенные улицы, магистральные проходы, то, конечно, в очень плохом состоянии, просто не успевают после обильного снегопада убрать. В частном секторе есть проблемы, есть проблемы во дворах. Вот наша задача, чтобы больше работ проводить в ночное время. Несмотря на обильный снегопад, мы смотрели в Татарстане, Башкортостан, ближайшие наши соседи. Остановка движения транспорта была, заносила. У нас в городе этого не было. Кстати, зачистку дворовых территорий отвечают управляющие компании и ТСЖ. Все зависит от уровня их управления. Но нередко в том, что часть проездов не убрана, виноваты сами жители. Там, где автомобили припаркованы неправильно, а то и вовсе под запрещающими знаками снегоуборочная техника пройти не может. Сегодня в Чебоксарах состоялась горячая линия по вопросам ЖКХ. На вопросы горожан отвечали специалисты Минстроя, Жилищной инспекции, Госслужбы по конкурентной политике. Что больше всего волнует чебоксарцев, узнаете из следующего сюжета. Специалисты всех служб принимали звонки от горожан целых два часа. Дома у нас жарище, 31-32 градуса. Звонки к инженеру, управляющую компанию «Азона» результаты не приводят. Тепло у нас не убавляется. Дома жарище, окна, естественно, с кухней сутками не закрываются, мы греем улицу. За маленькую комнату, 21 квадрат, мы платим, за отопление только 1458. А в декабре, в ноябре, в декабре вообще 2000 с лишним было только у нас отопление. Это еще мимо квартлаты. Тут уже как бы идет некачественное предоставление коммунальной услуги, поэтому вам, не откладывая дело в долгий ящик, обязательно надо составить акт. Вы можете пригласить инспекторов с госжилой инспекции, они также осуществляют замер температурного режима. Будет составлен акт и будет дано предписание управляющей компании о том, чтобы они произвели перерасчет платы за некачественно оказанную услугу. Локальные проблемы – локальное решение. Жалобы и предложения поступают ежедневно. Когда просматривается единая проблема, организуются вот такие совместные горячие линии. На сегодняшний день одной из самых острых тем стал расчет платы за отопление. С нового отопительного сезона расчет платы производится, исходя из фактических объемов потребления тепловой энергии. Соответственно, в зимний период сегодня рост платы именно за эту услугу очень вырос. Поэтому людей, конечно, этот вопрос очень волнует. И второй, наиболее актуальный вопрос – это сегодня порядок начисления платы за горячее водоснабжение. За два часа работы горячей линии было принято более 30 звонков. Практически все они касались расчета размера платы за коммунальные услуги. Если вам не удалось задать интересующий вас вопрос, в Минстрою Чувашии работает горячая линия по понедельникам с 15 до 17. Телефоны 62-41-96 и 62-47-28. В республике продолжают решать судьбу печально известного сувар-отеля. Сейчас работы на объекте приостановлены, но они могут возобновиться. Какое будущее ждет долгострой, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Прежние подрядчики рисовали идеальные картины. 9 лет назад, когда в центре города начали возводить фундамент будущего отеля, в эфире телеканалов радиостанций зрителям и слушателям презентовали по-настоящему смелый проект. Категория 5 звезд, более 100 комфортных номеров, кинотеатр и даже ледовая арена. Но в итоге на Чебоксарском заливе успели построить только железобетонный каркас. Реализация данного институционного проекта была начата в 2006 году. Застройщиком выступил ООО «Сувар-отель», генеральным подрядчиком выступал небезызвестный ООО «Волгостроймонтаж». Но в 2008 году работы были приостановлены. Здесь бы уже давно могли появиться свои постояльцы, но пока недостроенное здание облюбовали животные. Причем не раз чебоксарцы здесь замечали и диких зверей, к примеру, лис. Сейчас территория долгостроя обнесена забором, но он не останавливает и любителей экстрима. На этой неделе прямо на шпиль недостроенного отеля забрались так называемые руферы. В этом ролике, который сняли молодые люди, прекрасно видно, как они без труда преодолевают забор, пробираются на стройплощадку, а потом и на крышу. В финале экстрималы достигают самой макушки шпиля, чтобы снять город с высоты птичьего полета. Ну а сейчас долгостроем владеет марийская фирма «Одис Отель». Чтобы здание не рухнуло в целях безопасности, подрядчикам пришлось усиливать железобетонный каркас, бетонировать колонны, демонтировать стены. Эти работы не успели завершить прежние хозяева объекта. В январе 2012 года определился новый застройщик. Это был «Одис Отель», который в 2013 году начал работы, в рамках которой были выполнены забивка свайного поля и монтаж фундаментов, блок секции 4. Но в мае 2014 года работы были вновь приостановлены по причине отсутствия денежных средств. Регион нуждается. Это, прежде всего, отели подобного уровня, они выполняют и представительские функции. Это наша визитная карточка может стать. В правительстве региона признали инвестиционный проект будущего отеля приоритетным. Сейчас застройщики пытаются привлечь кредиты и найти инвестора. Медриковалев, Александр Петров. Республика. В госнаркоконтроле подводят итоги года. Сегодня там прошло заседание коллегии УФСКН по Чувашии, а накануне генерал-майор полиции Евгений Барсуков собрал журналистов республиканских СМИ. Как выглядит республика на фоне других регионов, и главное, какие меры предпринять для стабилизации криминогенной обстановки в нашем сюжете. Развитие современных интернет-технологий во многом упростили нашу жизнь. Однако параллельно они облегчили и деятельность злоумышленников. Во всяком случае, информацию и предложения о психоактивных веществах, спайсах, различных курительных смесях, миксах и многих других они распространяют с помощью электронных средств связи. Впрочем, правоохранительные органы тоже не дремлют. Кроме того, им активно помогают жители города, сообщая по телефону доверия места, где торгуют смертью. Ни одна информация не остается, то есть она регистрируется, она не остается без проверки. Причем там, где я вижу, что проверка поверхностно прошла, значит повторно направляем, перепроверяем. То есть достаточно важный для нас вопрос. Ведется активная работа по диспансеризации, реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. Количество, впервые поставленных на профилактический учет за прошлый год, увеличилось почти на 19% и составило 528 человек. Подобный рост связан с изменениями в уголовном кодексе. Теперь суд, помимо назначения срока, может обязать наркозависимых пройти курс лечения. Работа, конечно, новая, в определенной степени, но изучается мировой опыт, изучается тот опыт, который уже в стране наработан, и подвижки есть. Не можем похвастаться эффективной работой с некоммерческими организациями в этом направлении. У нас на территории республики нет негосударственных реабилитационных центров каких-то, но работа в этом направлении ведется. Профилактика ведется в первую очередь в среде несовершеннолетних, кто больше всего подвергается риску. Наркополицейские регулярно встречаются с ними, рассказывают о вреде психотропных веществ и напоминают, что излечиться от этого недуга окончательно невозможно. Екатерина Абрамова, Елена Гальперина, Александр Петров, Республика. Раскрыта кража из чебоксарского салона меховой одежды. Напомним, в конце октября прошлого года злоумышленники проникли в магазин, разбив окно, и забрали 23 дорогие шубы из соболя, норки и рыси. И хотя следствие еще ведется, в Министерстве внутренних дел Почувашии сочли возможным рассказать о том, что удалось выяснить к настоящему времени. Преступление названо дерзким. Злоумышленники знали, что магазин находится под охраной, однако успели совершить кражу за то время, что прошло от поступления сигнала на пульт до приезда наряда. То есть всего за две минуты. Сложность составляла, что задержать одного из преступников, потому что основные участники преступления были жители Санкт-Петербурга. За несколько дней до совершения преступления преступники заходили в магазин для того, чтобы под видом покупателей. Двое мужчин спортивного телосложения пришли, выбирали шубы для девушки. И при этом, когда зашли, они спросили, где самые дорогие шубы. Сегодня, по словам Шеребжана Касанова, задержаны двое. Один житель Чебоксара и один уроженец столицы Чувашии, проживающий в Санкт-Петербурге. Следствие располагает практически полной картиной происшествия. Это большой комплекс колоссальной работы, потому что сегодня сейчас можно говорить о том, что мы знаем поминутно даже, куда они ходили, с кем общались, где были. Но для этого нужно было практически полгорода перевернуть и проанализировать все необходимые мероприятия, с людьми разговаривать и так далее, таксистами, на которых они передвигались, выяснять квартиры, где они снимали и так далее. Окончательный вердикт вынесет суд. Пока же преступление квалифицируется как кража с причинением особо крупного ущерба. Наказание до 10 лет лишения свободы. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика. В «АллатРе» накануне Дня Победы появится новый памятник труженикам тыла и детям войны. Его эскиз уже разработан. Недавно в городе объявили сбор средств. Решение об установке памятника в «АллатРе» поддержали многие местные жители. Опрос горожан провели еще в прошлом году на сайте администрации муниципалитета. Памятник тыловикам и детям войны появится в центре города в местном парке «Победа». Там уже установлены стелы героев Советского Союза и орудия времен Великой Отечественной войны. «АллатРская администрация» уверена, что к сбору средств подключатся и коллективы предприятий. В годы войны заводы города ковали победу в тылу. На них действовали цеха по ремонту техники и вооружения. Эта война, конечно, коснулась всех жителей города. В каждой семье были не только фронтовики, которые воевали на полях Великой Отечественной, но каждый трудился на то, чтобы приблизить победу. Сейчас уже есть первые взносы, взносы горожан, пока еще не крупные, но люди уже готовы внести свои пожертвования на строительство памятника. А накануне в Маргаушской школе были открыты памятные доски двум героям Советского Союза. Илья Мишаков работал здесь преподавателем, Алексей Воробьев учился в этой школе. Оба они были призваны на фронт и вернулись домой победителями. Мемориальные доски в памяти героев установили прямо в фойе учебного заведения. 8 февраля в Чебоксарах пройдет ежегодная гонка «Лыжня Россия». Она состоится в парке «Пятьсотлесий Чебоксар». На дорогах, прилегающих к территории парка, в этот день будет ограничено движение транспорта. Глава столичной администрации Алексей Ладыков подписал соответствующее постановление. В администрации города нам рассказали, каких дорожных участков коснется ограничение движения. В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня Россия» с 9 утра до 15 часов 8 февраля текущего года будет ограничено движение транспортных средств по улице «Пятьсотлетий Чебоксар» от пересечения с Московским проспектом до пересечения с улицы Мичмана Павлова. По улице Мичмана Павлова от пересечения с «Пятьсотлетий Чебоксар» до пересечения с улицы Тимофея Кривого. По проспекту Максима Горького от пересечения с улицы Мичмана Павлова до пересечения с улицы Тимофея Кривого. Движение транспортных средств будет организовано в объезд по существующей уличной дорожной сети. Напомним, что открытие «Лыжни России-2015» состоится в это воскресенье в 12.00 в парке «Пятьсотлетий Чебоксар». Принять участие в гонке может любой желающий. Для участников соревнований будет выделена специальная стоянка около торгового центра «Меридиан» и предприятие «Элара». Победители и призеров «Лыжни России» ждут традиционные медали, дипломы и памятные призы. Что ж, напоминаем, завтра, 7 февраля и воскресенье 8 февраля по всей республике пройдут различные соревнования, конкурсы и мастер-классы по зимним видам спорта, а также «Лыжня России». Программу мероприятий можно найти на сайтах муниципальных образований и Минспорта. Желаем вам удачных спортивных выходных. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин